На 1542-м километре трассы М5 Урал, это на территории Иглинского района Башкирии, то есть в рубрике у наших юго-западных соседей по контурной карте, практически на одном месте, ну там плюс-минус, с разницей в час, приключились два крупномасштабных замеса, в каждом из которых поучаствовало по 4 грузовика, и каждый из них абсолютно точно достоин отдельного репортажа. И в любой другой день так бы оно и было, но поскольку эти крупногабаритные, в чем-то похожие один на другой замесы, ну в частности похожие фурами Вольво, случились практически в одном месте и практически в одно время, поскольку мы их соединили в кофе со сливками, то есть два в одном. Итак, давайте рассмотрим эти могучие ДТП в хронологическом порядке. Сначала, посредь белой дня замолотились фура Вольво, два самосвала Фав и Хово и фургончик Форд. Дабы не отъедать чужой хлеб и не гнать отсебятину, послушаем рулевого фуры Вольво. Двигаясь на своем автомобиле Вольво в сторону Челябинска, впереди увидел затор. Начал притормаживать, включил аварийки. За мной шла машина самосвал Фав, желтый, он тоже соблюдая дистанцию, включил аварийки, начал притормаживать. После того, как я остановился, я увидел, как навстречку вылетела красная Хова. И после этого произошел удар мне в прицеп. После того, как вышел, увидел, что желтый самосвал развернуло, ударил прицеп. Хова была навстречки и в кувет съехал Форд, который ехал за Хова. В этом первом замесе никто из разумных здоровьем не пострадал. Прошел час и на этом же участке трассы М5 снова замолотились четыре грузовика и опять это, будьте любезны, фура Вольво с желтой головой, фура Скания с синей головой, фургончик из Судзу, приписанных к двуцветной торговой Алкосети и грузовик КРАС с будкой-вахтовкой на загривке, ну, судя по надписи на двери, приписанной Кросснефти. И снова дало я себя тяну, и опять давайте послушаем пилота фуры Вольво. Вот вспомните его первого собрата, который начал интервью словами, еду я, значит, в сторону Челябинска. Ну, как будто дежавю. Ехал со стороны Уфы в сторону Челябинска, остановился, колонна встала, тронулись, перед подъемом начал набирать скорость, со стороны грузов выехал в КРАС, ударил КРАС, откинул на встречную Исудзу и уже от Исудзу отлетел с Канина. В этом крупномасштабном замесе обойтись без покалеченных не удалось. Здоровьем повредился пилот самого малого и слабого ТС-а, алко-фургончика Исудзу, уехавшего в снега. Очевидно, что удар встречной фуры Вольво, отскочивший от вылезшего с прилегающей КРАЗа, пришелся прямо в водительскую дверь алко-фургончика. И 39-летний рулевой, житель Челябинской области, на карете уехал в лечебницу. Но можно не сомневаться, что его ТС, хоть с бухлом, хоть порожняковый, без охраны точно не остался. Вот не случилось на этой улице праздника, хотя какое бухло, друзья. Четвертые сутки Великого Поста идут, а это время великого покаяния и сдерживания своих похотей. Продолжение следует...